Ребята, приготовьтесь к тому, что в этом видео я буду очень сильно бомбить. Начнём. Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и как бы надо объяснить уже эту ситуацию. В общем, после поездки на планеру в моем инстаграме появлялись фотографии оттуда, и там стоял хэштег «Спасибо, что живые». Этот хэштег я ставлю не просто так, потому что для него есть масса причин. Во-первых, вы все знаете, что прошёл ужасный ливень прямо, вот прям самый большой ливень, самая большая гроза в Москве. И на разминке, а мы прыгали на траве, просто стояла лужа, просто огромная лужа, где ты не можешь нигде проехать, где ты не можешь нормально размяться. Ты просто прыгаешь из лужи, приземляешься в лужу, а на старте лошадь тебе уже не верит, не доверяет, и такая типа «А, я буду прыгать осторожненько, поэтому не обижайся на меня». Окей, это понятно. Вторая причина отношения людей к спортсменам. Лично со мной было два случая, и с другими в судейской. Люди, например, пришли узнать результаты, забрать технически, заплатить стартовые, их оттуда просто посылают. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Просто на три буквы посылают, и говорят «Не приходите сюда никогда», и все такое, типа «Если надо, сами делайте». В общем, и такое дурацкое отношение, хотя мы заплатили деньги, то есть стартовые взносы, мы приехали сюда, мы платим за деньники, за стартовые взносы, подковались, чтобы выслушивать тонну негатива, тонну твоего сочмарения просто в твою сторону. Это неправильно. Ты, судья соревнований, почему ты так относишься к участникам? Почему? За что? Что мы тебе сделали? Мы просто пришли потребовать то, на что имеем право. Мы имеем право получить технические результаты. Мы имеем право узнать результаты, потому что вы их не объявляете. В первый день стартов нам не объявили результаты с последних маршрутов. Сказали, мол, типа «Идите, мы там не знаем, как это объявлять, сами как-то там разбирайтесь». Мы такие «Окей». На награждение у нас Света на Оливере заняла второе место, и ей не дали грамоту. И сказали «Подойдите в судейскую или на мандатную». Что вы думаете? Приходим мы на мандатную, и все четыре дня, что мы там были, нас посылали. Свету посылали, мою маму посылали, всех посылали. И в итоге так мы без грамоты и остались. Но это как бы бог с ним, фигня. Лично мои ситуации, причем это были настолько абсурдные ситуации, что даже смешно. Например, я иду в первый день стартов шиповать ложечку. Хобей. Например, я уже зашиповала, завела, все вывожу, шиповать хобей. И ставлю ее на первые развязки, как развязки, между летниками. Потому что у нас там стоял Оливер, и напротив него кобылу я не хотела встать, потому что он жеребец. Я стою себе спокойно, почистила ее, шипую, все нормально. Приходят девушки какие-то, и такие типа «Ну сейчас девочка уйдет, и мы сюда встанем». Внимание, сейчас будет просто взрыв, бомба, просто великолепное появление их тренера. Просто замечательно. Приходит мужчина, и такой типа «Пусть она уйдет, у вас старт». Я такая ему говорю «Я не могу уйти к жеребцу, потому что у меня кобыла». В ответ мне слышится просто, просто с такой напусканием, я просто была в шоке. «Поспокойнее разговариваем», я такая. Я спокойно разговариваю, еще раз ему повторяю, что я не могу встать с кобылой к жеребцу. Он просто с таким лицом стоял, как будто его сейчас разорвет. Он просто не понимал, что я говорю, или не хотел понимать. Я просто не понимала, как можно так тупить. Я его спрашиваю «У вас кто?» Он мне «Чего?» Я такая «Так, отлично, понятно, тяжелый случай». Я спрашиваю еще раз, он мне отвечает «Мерин». Я такая «Так встаньте вы туда». И все, тут его просто прорвало. Он такой «Так все, из какой вы команды?» Я такая думаю «Зачем тренеру каких-то девочек интересоваться, из какой я команды?» И отвечаю «Вам какая разница?» Тут его просто разорвало. Он просто в куски разлетелся, у него покраснело это его лицо. И он такой «Как это какая разница?» «Главный судья соревнований!» «Вы что?» Я такая стою и думаю «Ты не представился, не назвал свое имя, фамилию и отчество, не сказал, кто ты здесь?» И для меня ты просто тренер каких-то левых мне людей. Ты просто для меня, ну, человек, я не знаю, взрослый человек и мужчина. И при этом с таким голосом отвратительным, просто ужасным. Вот. И я просто стою и думаю «Я что, должна знать, что вы судья или что?» Или «Кто вы вообще такой?» Господи, что за психа какого-то я наткнулась? Да я не говорю, сколько я команда, какая мне нафиг разница, какая ему разница, с какой я команда. Я просто переставляю лошадь, стою, продолжаю шиповаться. Докопался до меня просто. А рядом с ним еще какой-то мужик противный, мелкий такой ходил. Вообще ни слова не сказал. Я думаю «Господи, нормальный человек, про него будет потом история». Просто молчу, мне уже посрать просто на этого мужика. Я лучше думаю, лучше я переставлю, чем он тут будет сейчас орать на все летники. И он такой «Где номерок лошади?» Я такая думаю «Так, отлично, чтобы выступить, нужен номерок, окей, да». Чтобы пошагать с лошадью, нужен номерок. Зачем номерок на лошади, когда ты ее просто шипуешь? Просто он до меня докопался. И такой оставил со мной вот этого своего мужика второго. Я такая думаю «Господи, нормальный человек, наконец-то он ушел, вереща что-то». И типа такой «Сейчас домой поедете». Я такая думаю «Еще куда я поеду?» Тебя забыть спросила. Тебя спросила забыть. Тебя забыла спросить. Господи, ты мне вообще кто? Я тебя не знаю. Я тебя вижу впервые в своей жизни. Блин, с ленки полетели. Я нацепила этот номерок несчастный. Этот мужик просто ушел. Я такая «Окей, зачем я это делала?» Сняла его потом. Потому что, блин, он мне нужен был на старт. Окей, все выступили, все отлично. Я просто рыдала, наверное, в номере. Очень долгое время. И все просто такие «Это вообще кто?» Я пыталась объяснить. Никто не понимал. Но потом все поняли. И такие типа «А, ну, окей, это этот, который, ну, эх». Второй день идет. Я прихожу. Опять, та же ситуация. Я шипу ласта. Идет мужчина, который в тот раз был с ним. И он просто вот с конца летников идет. А ласт к нему стоит задом. И он орет мне «Где номерок у лошади?» Я просто стою и игнорирую. Просто в этот раз тактика моя была таковая. Я просто стою и игнорирую. Мне на всех насрать. Всем пофиг. Но мне на всех пофиг. Отлично. Он прошел мимо. Я так думаю, слава тебе, господи, ушел. Возвращается. И просто начинает меня долбить, где у меня номерок. Я просто говорю «У меня нету!» «Я не знаю!» «Все, отстаньте от меня!» Нет, я не говорила, что подстанет от меня. Просто либо игнорила, либо как-то отвечала, что у меня нету. Типа на подперси. И такая «Все, мне пофиг вообще». Зашиповываю ласта, завожу в денек. Я выложу кобылу, потому что она уже паленая. Я думаю, если я на нее цеплю номерок, уже хотя бы ее знает. Он ушел куда-то там орать. Всем орать. Типа, если у них номерки. Потом пришел докапываться. Типа, у всех есть номерки, у вас нет? Он еще противнее, чем этот мужик предыдущий. Просто придираться. Я ему говорю «Почему вы только до меня докапываете?» И ушел там со всеми ораться. Просто орать, что какая я чмошница. Какая я тупорылая. И все в такое. Просто врал, врал и еще раз врал. Он врал столько, что я даже думаю «Блин, неужели у человека настолько совести хватает?» Врать просто на ребенка. Ты взрослый мужик. Че ты на меня наговариваешь? Приходит Светлана Сергеевна. Я думаю «Господи, не дай бог». При нем она приходит. Я думаю «Господи, не дай бог, она сейчас назовет мое имя». И что вы думаете? Она просто идет, ничего не говорит. И тут он такой «Вы тренер этой замечательной девушки?» Светлана Сергеевна просто в полном шоке стоит. Она не понимает, что делать, что происходит вообще. И я такая стою, думаю «Господи, да что же ты за тупорылый-то, а? Что ты прикопался?» Она просто стоит такая. Она ничего не отвечает. И он начинает ее поливать тоже г**ном, какое я г**но. Человек самоутверждается за счет ребенка. Это не нормально. Такой начал тыкать, типа «Читайте правила, везде написано. Люди на Европу приезжают и номерки надевают». Я такая думаю «Нихрена себе, так я на чемпионат мира, наверное, приехала». Но это цифо ваше гребанное. Я больше никогда в жизни туда не поеду. Никогда. Если его перенесут в другое место, ради бога. С другой командой, ради бога. Но не с этими двумя тупорылыми созданиями, которые просто докапывались до меня два дня подряд. И причем, даже если бы я уехала домой, для их бы выездковых девушек ничего бы не изменилось. Потому что я конкурист. Возвращаемся мы, значит, с планерной. Короче, последний день проходил на песке. Ладно, бог с ним. Это все фигня. Я там упала. Но это как бы, извините, это лично мое. Мы возвращаемся домой. Мой папа проворанил лежачий полицейский. И тут случается нечто. Машина подскакивает. Каневоз еще там где-то едет. И происходит вот это... Просто мы с Региной просто в шоке сидим на заднем сидении. Не понимаем, что происходит. И тут нам в жопу приезжает каневоз. Просто вот в жопу. Вот прям очень плотно к заднему стеклу, к багажнику. Мы выскакиваем. Мы думали, отцепился каневоз. Что вы думаете? Сломался фаркоп. Сломался фаркоп. Фаркоп, вот эта железная штука, за которую цепляется каневоз. Вот это просто это... Как? Как это работает? Надеюсь, я достаточно объяснила, почему эта планерная 2017 стала именно... Спасибо, что живые, а не чем-то ламповым, прикольным, приятным. Потому что вот такое отношение, конечно. В Кострому мы, конечно же, не поедем. Потому что там та же самая бригада. И как-то не очень хочется опять это выслушивать за свои же деньги. С вами была я, Ксения Кузнецова. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok